Здравствуйте, друзья! С вами компания Таир. Меня зовут Настя. Со мной сегодня в гостях наша художница Наташа. И мы сегодня познакомим вас с новинками в линейке Acryl Art. Это хинокридон фиолетовый и неаполитанская телесная. На примере данных цветов мы хотим рассказать вам о том, как разные пигменты ведут себя в живописи и на холсте, потому что это краски одной линейки, но имеют они совершенно разные свойства. Итак, наши новинки. Первый это хинокридон фиолетовый монопигментный цвет. У нас он здесь представлен на выкрасе. Наташа, расскажи, пожалуйста, твои впечатления. Ты уже попробовала, потестировала его. Как тебе этот цвет? Очень понравился цвет. Вы посмотрите. Вот я выкрасила в два слоя. Посмотреть, до какой степени он чистый, звонкий. И сразу видно, что в смеси с другими оттенками он поведет себя великолепно. Не даст грязи и останется таким же звенящим прозрачным цветом. И следующий оттенок это неаполитанская телесная. Цвет много пигментный. Здесь составит целых четыре пигмента. Вот так он выглядит на выкрасе. Это базовый нюдовый пастельный оттенок. Наташа, расскажи, пожалуйста, как же он себя повел при работе, при тестах. Посмотрите, какой красивый средний тон. Тоже выкрашенного два слоя. Совершенно практически не видно черную полоску. Вот сейчас Настенька держала. Мне очень понравилось, что действительно какой-то такой очень благородный, интересный оттенок получился. Такого питерского светлого загара. И чем хорош этот оттенок, тем, что прекрасно можно уйти и в притенении, и высветло прекрасно будут смотреться. Зеленые синеватые оттенки тоже чудесно будут ложиться на этот цвет. И блики в то же время тоже будут видны. И знаю не понаслышке, что начинающих художников очень сложно намешать такой сложносоставной средний тон, от которого можно прекрасно уйти и в тень, и в свет. Я считаю, что у нас получилось. Перейдем от слов к делу. Мы выбрали несколько оттенков. Все еще из линейки акрилар. Мы сегодня работаем только с ней. Цвета укрывистые, многопигментные. Они у нас представлены на холсте слева. И цвета монопигментные, близкие по свойствам к хинокридону. Наташа будет их выкрашивать. Мы полосой, чтобы можно было смотреть их свойства и укрывистость. А дальше мы сравним, как они себя любят. Наносить мы будем следующий оттенок. Сейчас я вам покажу на вот такой большой выкраске. Я начну с лилового, да, и мне очень нравится сочетание лилового и куплица зеленого цвета холодного. Поэтому выложим рядышком. Уж очень хороши они в паре. Они оба очень похожи в смысле своего сосредоточения. Постава, да. То есть это несколько пигментов на основе читановых бельев. Что у нас следующий у нас будет розовый. Вот этот вот цвет. Розовый светлый. Смотрите, какие вкусняшки. Да. И последний у нас будет серый. Серый, теплый. Очень красивый, сложносуставной цвет такой. Очень много для чего подходит. Особенно хорош тоже в смеси. Несмотря на то, что он сам уже смешанный красивый цвет, но в него хорошо добавлять что-то. И он дает такую приятную теплоту другим цветам. Начнем с лилового. Смотрите, в один слой. Да? На камеру видно. Хочу показать тоже на эту камеру. Да? Да. Ну, практически стопроцентная укрываемость. Ну, хорошо. Здесь все понятно. Но почему тогда не всем цветам быть такими укрывистыми? Здорово, когда можно вот так вот в один слой взять и нанести? Ну, мы же все-таки художественные краски тестируем. И для строительных, наверное, в один слой это было бы замечательно. А художникам нужно передать вот эти тонкие цветовые нюансы. И только, на мой взгляд, литировочные краски, они дают вот именно ту глубину цвета, когда в нескольких слоев нанесения вы видите, какая становится прозрачная, но в то же время глубокие переходы. Это, кстати, очень интересно заметно, когда наносят в постольном формате, да? То есть, кажется, что чем толще ты нанесешь, тем покрылисть она будет. Это так не работает с монопигментными красками. Ну, вот ультрамарин, вот, например, взять даже ультрамарин или там изумрудный, да, цвет. Сколько его не наноси, он будет давать глубину и в конечном итоге уйдет практически в черный цвет. Он не будет более укрывистый. Да, даже если это 8-10 тонких слоев нанесете, он просто уйдет в черный цвет. Но укрывистым он не будет. Не так, как, например, кобальт зелено-светлый, холодный, который сейчас нанесла, и сразу видно, что, да, совершенно не видно полоски с одного слоя. Ну, очень, да, по свойствам похож на лиловый. Примерно такой же результат мы получили. Красота, да? Сразу скажу, да, как нам понять, как нам идентифицировать своих и чужих, какую краску мы берем на каждой баночке, на выкрасках, всегда есть кодовые, буквенные обозначения, в общем-то, то, что позволяет вам разбираться в свойствах краски. Например, на кобальте у нас полная плотная укрывистость, это значит закрашенный квадратик, звездочки, это у нас светостойкость, да, и дальше пошли буквы и цифры. Очень загадочно и тревожно, когда первый раз это видите, но на самом деле это просто обозначение, химические обозначения пигментов, и, например, по ним, если не ориентируетесь, наизусть не знаете, просто можете даже в интернете вбить и найти, что конкретно стоит такой цвет за этим буквенным обозначением. У нас готов розовый, то же самое, посмотрите, как. Как хорош, да? Ну и последний, вот у меня здесь представлено, серый, теплый. Вот в нашем случае как раз идут светлые оттенки, прекрасно перекрывающие черные полосы. Ну да, очень интуитивно кажется, чем темнее, тем плотнее, но на самом деле не так. И один из самых укрывистых цветов, это, конечно же, титановые белила, а у нас они прям супер укрывистые. Они, конечно, бывают разные. В нашей линейке акриларта есть как раз белила титановая и цинковая белила. Как раз тому, кто преследует цель какие-то сделать вуальку какую-то или какой-то легкий туманчик, как раз нужны, конечно же, цинковые белила. Они совершенно, совершенно дают нежную, легкую вуаль, но, конечно, ими такую черную полосу не перекроешь. А белила титановая, конечно же, дадут вот такое же ровное, хорошее покрытие. Можно сделать, да? То есть, получается, для каждой задачи есть свои краски. И не надо пытаться из цинковых белилов делать укрывистую краску, но и наоборот, в принципе, при желании, там, белила титановые, так-то уж можно разбавить, да, водой или разбавителями до необходимой консистенции. Можно, но они все равно тяжелее, чем цинковые. Пигмент плотнее. Ну и наша новинка кукла интересной. Да. Ой, кукла интересной. Можно купить баночки удобнее. Давай. Тумба красивая, еще не мятая. Мы еще вам ее пофотографируем, а баночка уже открыта. Очень красивый цвет. Просто очень. Хочется ее тоже куда-то положить немножко. И, наверное, здесь. Тоже такой же красивый цвет. И теперь мы переходим к нанесению другой группы цветов. Это слабоукровистые оттенки. Что же мы тут для них выбрали? У нас ультрамарин. Да? Вот такой вот глубокий синий, такой насыщенный оттенок, но при этом тоже практически не укрывает черный цвет. Мы об этом уже говорили. Зеленый ХЦ. Зеленый Ц. Лимонный цвет. Маджента. Из красных мы старались выбирать максимально полярные, да, чтобы они выглядели совершенно по-разному, но при этом посмотрим, как они будут вести себя именно с укрывистостью. Ну и хенокридон, как новинка, такой тоже экспериментальный будет у нас цель. Начну с ультрамарина. Наташ, а раз мы уже поняли, что хорошо, ну, неукрывистые цвета нам тоже нужны, мы их тоже любим и не считаем их какими-то неправильными. Ну, что делать, если, ну, очень хочется, вот, например, ультрамарином или хенокридоном вот у крыльев-то нанести его? Сейчас, Настяка, одну секундочку, вот, видишь, я просто уже третий раз пытаюсь на камеру нанести, чтобы было видно, да, и получается, что ярко, очень четко видна черная полоса. Хотя, вот, я уже провела три раза на моем месту, конечно, не дала подсохнуть, но, тем не менее, видно сразу, что цвет очень красивый, очень звонкий цвет, да, чистый, но черная полоса, конечно же, не перекрылась. На эту камеру тоже покажу. То есть, что это означает? Пигмента так много, мы пигмента не пожалели, но просто дело в том, что сколько мы его туда не добавляли бы, все равно укрывистость будет низкая. Спрашиваю, можно ли сделать укрывистую краску, да? Ну, конечно, очень хочется, ну, вот такого вот цвета, вот такого хочется, но как же? Ну, можно, конечно, добавить белил, но потом придется восстанавливать цвет, потом придется восстанавливать цвет, и это не всегда, конечно, даст вот тот звонкий, красивый оттенок, который был изначально, например, в той же ультрамарине, да, если в ультрамарин добавится, соответственно, белил, потом нужно его все-таки чем-то будет восстановить. Получается, что такие цвета, в принципе, не предназначены для того, чтобы превращать их в укрывистые. Ну да, конечно. Например, хинокридон. Там есть и фиолетовые оттенки. Очень сложный, красивый цвет. Но в то же время он чистый и звонкий. Чтобы его потом восстановить, если добавить их не убелило, конечно, можно потом положить и красный, и фиолетовый. Получится нечто подобное, но такого чистоты и звонкости уже не будет, конечно. Так, у нас пошел зеленый FC. Да, давайте его разнести, чтобы было видно. Так вот это вот приписка из двух букв FC. Это фиолетовые оттенки. Это зеленые, фиолетовые, синие цвета. Они все вот очень красивые, очень насыщенные, яркие, как можно выразиться. Но при этом имеют такую вот неукрывистую структуру. За то, как хорошо писать воду. Художники, которые любят вот такие пейзажи именно водные, они, конечно, очень ценят и любят именно за прозрачность эти краски. Потому что все эти тонкие нюансы перехода волны можно сделать только с такими красивыми лисировочными звонкими цветами. То есть поработать на слоении, создать много переходов. Так, следующий у нас будет лимонка. Визуально она выглядит, как будто в ней белило. Ну, она такая светлая. А на самом деле это такой пигмент. Он такой сам по себе и есть. В нашем случае здесь два желтых пигмента сочетаются. По свойствам очень близко. Желтый 32 и 34. При этом интересный момент. В этих цветах практически в каждом из них, так или иначе, присутствуют цвета из второй группы. То есть для смешивания вот этих оттенков используются как раз эти пигменты. И поэтому можно даже наблюдать, как меняются свойства в зависимости от того, как вы смешиваете цвета. Сразу еще тоже важно отметить про смеси. Когда мы это делаем в фабричном производстве, когда это идет такая работа с технологом, когда это все так продумано и выберено, мы, конечно, сразу делаем так, чтобы у нас не получалось никаких грязей, чтобы цвета все равно оставались чистыми. Вот у нас маджента. Ярко, сочно, но, как мы уже говорили, не вукрысто. Но когда вы хотите смешать самостоятельно, очень важно учитывать нюансы. Насколько я понимаю, легко получить грязь, если переборщить в смесях. Что такое грязь вообще, в принципе? Такая пресловутая грязь. Художники любят говорить, есть красивая грязь. Вот я сейчас могу смешать, например, синкридон наш фиолетовый с тем же самым лимоном, который только что сейчас брала. Или, например, с желтым средним. И это будет стопроцентно красивая грязь. А есть грязь, которая, получается, и на которую, как говорится, нападает отчаяние, и знаешь, чем ее убрать и исправить. Вот это та самая грязь, на которую не хочется смотреть. Получается, наверное, из-за того, что не все пигменты с друг другом сочетаются. Иногда могут возникать какие-то совершенно внезапные оттенки. Казалось бы, не там, не там, не присутствуют зеленые визуально, но в смеси вдруг появляется какая-то зелень или серость, или еще что-то. И вот это является грязью. Давайте сразу тогда смешаю, как раз уж про грязь стали говорить. Вот, например, тот же самый синкридон возьмем. Мы его как раз следующим наносим, да? Сразу нанесу, а потом смешаю желтым. У меня как раз есть. А, другой киселый. Ну все. Вот такой красивый цвет. Замечательно. И смешиваю тогда синкридон, да, получается, и желтый. Я думаю, что можно еще фиад этого красного, кстати, нанести рядом. Рядом красный, да. Они очень похожи, казалось бы, с синкридоном. Нет, это разные оттенки, и при нанесении действительно будут выглядеть по-разному. Не путайте. Смотрите, вот он получается такой немножко мутновато-грязный, но... Сейчас, замешается до конца. Ну вот, когда уже идет какая-то смесь, да? Да, да. Вот вроде бы такой грязноватый, но в то же время очень приятный оттенок. Да? Правда? Угу. Ну, несложно его, на самом деле, описать. Я даже не буду пытаться. Да, да, да. Эпитетами какими-то. Но все равно уже такие охристые, землистые оттенки, они уже туда куда-то уходят. В соответствии, чем больше желтым, тем больше он будет напоминать охру, да? Казалось бы, еще раз, мы вот из двух вот этих цветов получили землистый охристый оттенок. Так, и у нас остался фиолетовый красный, да? Ну, фиолетовый красный, да. Он состоит из двух фиолетов. Вот, кстати, насколько сильно он отличается. Красивый тоже цветочный. Богатый цвет. Прямо такой. Королевская мантия. Да, он теплее, он больше в красноту, что логично по названию. Угу. И кажется, что вроде бы как-то даже и укрывистее вроде бы, но это не так. Он сейчас подсохнет, подсохнет и будет совершенно по-другому. Итак, мы выкрасили, да, и вы можете сравнить между собой, насколько отличается, да, вот эта укрывистость и как цвета себя ведут совсем по-другому. Если мы берем многопигментные с белилами плотные цвета, которые рассеивают цвет, да, и мы видим такой результат, мы перекрываем черную полоску в один слой. Если мы берем монопигментные оттенки, которые прекрасны в смесях, которые имеют звонкие, яркие, насыщенные, чистые цвета, но при этом уступают, конечно, очень значительно уступают в укрывистости оттенкам смесовым. И мы видим то, что на белой части холста, да, они просто поразительную яркость демонстрируют, там много пигмента, но при этом на черной линейке практически не укрывают ее вообще, просто придают ей легкий оттенок. Конечно же, вернемся к нашим новинкам, да, хинокридон, хинокридон и неаполитанское телесное. Продажи цвета уже появились, их можно купить, попробовать. Нам будет очень интересно ваше мнение, ваши эксперименты. Ну и, конечно, не могу спросить Наташа, Наташа, какой из этих? Я не знаю, оба цвета, конечно, великолепные, но мой фаворит, это, конечно, неаполитанское телесное, потому что мне, как художнику, важно взять, открыть банку и быстренько нанести основной тон на работу, да, когда именно вот, чтобы все нюансы цвета были сбалансированы. Потому что, когда берешь и сам наводишь телесный цвет, и берешь эту капельку желтого, капельку синего, добавляешь в этот красный, с белилами все это смешиваешь, не всегда получается сразу попасть, а здесь готовое решение, на мой взгляд, это великолепно, когда можно открыть банку и такой чудесный цвет взять. Конечно, каждый выбирает на себя сам, если вы художник-портретист, у вас в ходу, конечно, будет телесный светлый оттенок, поэтому 100 мл неаполитанско-телесный уйдет у вас только так. Если вы видите хинокридон, вы не знаете, куда его применить, но руки чешутся, чтобы вот иметь в вашей палитре, в вашей коллекции такую баночку, попробуйте 20 мл или тубу 45, если поймете, что вам надо много, всегда сможете докупить. Надеюсь, для вас было полезно, возможно, что-то было для вас новое, очень приятно всегда делиться с вами нашими знаниями и открытиями, и покупайте цвета, они уже в магазинах. Ну и, конечно, творите с удовольствием, и до новых встреч!